Приветствую вас, друзья! В эфире передача «Прорыв» русского космического общества. Мы говорим о космизме, о новом масштабе мышления, о задачах всей расы и будущем человечества. Но для того, чтобы подняться над Землей в космос, необходимо сначала воспитать человека, готового мечтать об этой задаче и найти для нее решение. И в этом нам очень помогают многие общественные структуры, отдельные личности выдающиеся, о которых мы и ведем рассказ в нашей передаче. Сегодня у нас в гостях куратор региональной политики Союза Добровольцев России, Кен Координационного Совета Союза Добровольцев России Максим Бардин. Добрый день! Благодарю, что нашли время нас посетить. Добрый день! Максим, а скажите, пожалуйста, как возникла, в чем общая идея такой большой, известной организации, как Союз Добровольцев России? Добровольчество – это процесс, который связан с тем, что каждый человек может совершать добрый поступок на безвозмездных условиях. То есть человек по своей доброй воле совершает что-то доброе, оказывает помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. То есть не все люди могут решать свои жизненные проблемы, нужна помощь, и находятся люди на нашей земле, они живут как в нашей стране, так и проживают в других странах, которые приходят и бесплатно, безвозмездно помогают решить какую-то проблему. Добровольчество развивалось на территории нашей страны многие годы, многие века, я бы сказал. Развивалось оно в системе разных структур, в системе как религиозных, так и каких-то патриархальных. Если советское время, то это можно вспомнить движение тимуровцев. Если это царская Россия, может быть, здесь сестры милосердия, также большую работу. Вообще там большое движение, на Руси это исконное такое движение о помощи им, сирым, убогим, подании милостыни, и жили общинные люди, там добровольчество было на уровне в крови просто с рождения. Также можно вспомнить какие-то проекты исторические Красного Креста, чудо-революционного. То есть, испокон веков люди занимались добровольчеством. Причем, я с вами согласен полностью, начали заниматься добровольчеством, наверное, с возникновения первых человеческих общин. Мы говорим про Союз добровольцев в России, поэтому нас больше интересует наша страна, наша история. Поэтому, конечно. То есть, всегда находились люди, которые обладают определенной энергией, определенной энергетикой, временем, какими-то знаниями, которые приходят на помощь. Эти люди были всегда, и не так важно, как они назывались. Но, однако, современное время диктует новые правила игры, наверное, да. То есть, наш век – это век информационных технологий, век эффективных и очень быстрых коммуникаций. Эти особенности нового времени, они меняют жизнь людей, меняют жизнь государств, меняют жизнь систем. И также они вносят свои корректировки и в различные добровольческие инициативы. Поэтому становится важным вопрос об аккумуляции, об аккумулировании добровольческих стремлений, добровольческих усилий, об информационном освещении, об информационной поддержке, об информационной взаимосвязи. Грубо говоря, чтобы в том море информации, которое сейчас доступно обычным человеку через интернет, тема добровольств вообще звучала. Если этим не заниматься серьезно, то она просто потеряется. И понятно, что на местах люди продолжат делать свои подвиги личные, но вопрос о том, чтобы это стало частью культуры нации, идеологии, чтобы это стало известно. Чтобы они получали хотя бы ту моральную благодарность и признание от своих товарищей и, возможно, поддержку дальнейшему развитию добровольческих проектов и, в целом, идеи добра. Безусловно. Поэтому возникает необходимость координировать как-то усилия добровольцев. Координировать, знакомить друг друга. У нас огромная страна, от Калининграда до Сахалина. Соответственно, добровольцам надо общаться друг с другом, ознакомиться, обмениваться какими-то проектами, обмениваться идеями. Поэтому возникла идея о бакоординации этих усилий. Собственно, Союз добровольцев России представляет собой организацию, которая не имеет какой-то жесткой иерархической структуры. Это прежде всего Союз разрозненных добровольческих дружин, отрядов, общественных объединений, которые умеют, знают и любят заниматься добровольчеством. То есть совершать добрые дела, творить добрые поступки. Это великолепно. То есть в данном случае Союз добровольцев России – это всего лишь координирующая структура. И моя задача, наверное, более внимательно именно следить за деятельностью добровольцев, как-то освещать, фиксировать, архивировать ее. И, наверное, доносить до общества, до аудитории, в том числе и до вас. Поэтому здесь хотелось бы поблагодарить организаторов данной телепередачи, поблагодарить данного ведущего, что есть возможность рассказать что-то о наших ребятах. То есть основные герои – это, разумеется, те добровольцы, которые работают в регионах. Раз вы так говорите, можете назвать какие-то основные, может, проекты интересные, истории, события, которые стали бы знаками для Союза добровольцев? За все годы. То есть когда образовался Союз? Это был конец 2012 года. Опять же, вопрос о том, тоже интересный момент, в какой момент он образовался. То есть вот этот Союз, да, объединение, оно начало жить там в 2012 году. Наверное, в 2013 году это было знаковое событие, когда два отряда добровольцев именно в рамках Союза добровольцев выехали для устранения последствий наводнения, очень масштабного наводнения на Дальнем Востоке. Это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, где было крещение боевое добровольцев, которые раньше занимались различными вещами добровольческими именно в рамках Союза добровольцев России. Безусловно, там были добровольцы и других объединений, но вот именно Союз добровольцев России, наверное, это базовая точка отправная, это 2013 год. Ну, как-то знаковое событие, которые у нас знали, свою силу и возможность влиять на события. Да, да, да. Союз добровольцев России – это, значит, как бы та структура, которая не обладает жесткой иерархией, нет жестких границ. То есть человек в любой момент может участвовать в проектах Союза добровольцев, прекратить участвовать, участвовать в своих проектах, потом снова возвращаться. У меня это напоминает песню хорошую детскую, знаете, «У друзей нет выходных». Да, да. Она, другой стороны, говорит, что дружба – это не работа, да? Да, да. Значит, это воскресенье, суббота, дружба – это не работа, да. Вот. То же самое здесь. Конечно, когда может, и участвовать. Да, то есть есть такая интересная фраза. Двери нашей организации для вас открыты, а для вас закрыты, да, хочется сказать. Так вот, у Союза добровольцев России вообще нет дверей. Ну, да, в какой-то, значит, в какой-то мере это определенный такой проходной двор, но в хорошем смысле, потому что если нет проходного двора, не будет здания, да, не будет здания. То есть проходной двор, куда могут входить желающие, выходить желающие, оставаться, смотреть, анализировать. То есть это определенный фильтр таких молодежных добровольческих инициатив. Хорошо. Кроме вот событий 2013 года, ну, уже пошло 5 лет до 2018 года, что, какие-то вехи, пути, ну, с чем можно ассоциировать свои добровольцы? Может быть, не только события физические, когда ребята стояли и прикрывали собой, там, воду держали, помнят сам, и, может быть, какие-то информационные инициативы, идейные, политические. Что делается здесь? Здесь, конечно, наверное, пришло время рассказать об основных направлениях деятельности, значит, Союз добровольцев России. Чем прекрасно добровольчество? Что оно может, скажем так, инициировать разные направления. То есть, допустим, направление дети. То есть это те добровольцы, которые оказывают помощь детям, в том числе и детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Это воспитанники детских домов, воспитанники коррекционных школ, интернатов. То есть те добровольцы, которых волнует и заботит судьба детей, они свои усилия направляют в это направление. Направление дети, семья. Также многодетные семьи. То есть многодетная семья, каким бы достатком она ни обладала, это, в общем-то, редкость, когда многодетная семья, обладает большим достатком, где родители говорят, нам ничего не надо, у нас все есть, как говорится, да. Если есть достаток финансовый, то нужно внимание. То есть многодетные семьи – это всегда тот объект, если это может выразиться, где добровольцы найдут точку применения своих сил. Многодетным семьям всегда надо помогать. Всегда надо помогать воспитанникам детских домов, воспитанникам коррекционных школ. То есть не только здесь говорится о каких-то предметах, да, здесь говорится об образовательных программах, о человеческом внимании, о досуге. Скорее на человеческом внимании, понятно. Добровольцы по определению не специалистических правил. Конечно. Не профессионалов. Да, да, конечно. Второе направление называется, значит, помощь пожилым, старость в радость, по-разному его называют. Это те добровольцы, которые оказывают помощь пожилым людям, пенсионерам, в том числе одиноким пенсионерам. Третье направление – это, значит, помощь инвалидам, то есть тем людям, которым тоже необходимо человеческое внимание. А дальше идет, дальше стоит упомянуть еще о нескольких масштабных направлениях. То есть вот направление устранения последствий чрезвычайных ситуаций. То есть это наводнения, лесные пожары. Действительно, есть МЧС, который занимается профессиональным. Есть сейчас достаточно мощная организация Росспас, которая, ну, как же занимается, то есть это профиль, это организация, которую также когда-то там составили добровольцы. То есть есть уже профильные организации, которые занимаются именно ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Да, но помощи мало никогда не бывает. То есть вот, допустим, апрель месяц – это пожары в Забайкале. Сейчас пожары начались на Дальнем Востоке. Будет ли этим летом где-то масштабное наводнение, очень сложно сказать, но чрезвычайно… Да, конечно. Но техногенные ситуации в наше время возникают там очень часто. Это и там вулканы, землетрясения. Помним мы не так давно в Японии вот эта трагедия Фукусима. Ведь никто не ожидал такого события, да, вроде бы там не предсказать, а вот оно бывает. Или там… Если бы ожидали, а вообще… Да, Юго-Восточная Азия, сильнейшие цунами. То есть техногенные катастрофы, они, конечно, всегда случаются. И здесь понятно, что в авангарде пойдут там МЧС, там войска в формировании гражданской обороны. Но здесь я с вами согласен, помощи много не бывает. То есть добровольцы как бы так же включаются в эти, значит, проекты. Ну, опять же, скорее обеспечивают самое человеческое участие, которое войскам трудно сделать в силу. Конечно. Да. Особенности службы и работы, да. Здесь тоже нужны специальные навыки, которым добровольцы учатся, специальные знания. В процессе обучения добровольцы, значит, обучаются этим навыкам, становятся грамотнее, становятся физически крепче. В общем-то, много второстепенных как бы преимуществ получают во время вот занятий в этом навыке, в этом направлении добровольцы ЧС. А также еще одно направление – это экология. То есть поддержание экологии, проекты «Чистый город», «Чистая планета». Заниматься, наверное, экологией должны все граждане нашей страны и других стран, там, собирать инкулатуру, следить за чистотой. Ну, добровольцы, в свою очередь, они должны показывать пример, популяризировать экологические инициативы, да, рассказывать гражданам, как это важно. То есть как бы все знают о том, что надо беречь природу, сохранять ее, проводить экологические субботники, но нужен пример яркий, нужен посыл. Все знают, но не все делают. Да, 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 для этого. Далеко не нужно ходить, к сожалению, выезжая за пределы города, часто видишь свалки, мусор. Да, это ужасно, особенно когда в водоемах. Это ужасно, потому что это унижает достоинство человека просто в целом, да, и как хозяина планеты, который в своем же доме, извините, где ест, там можно не продолжать. Вот, здесь очень ценно, что некоторые направления, они уже рождались как бы на местах. То есть не только центральный штаб инициировал какие-то направления сверху и отдавал их, да, поручал их реализацию регионам. Некоторые направления рождались на местах. В частности, например, Забайкальский край. В Забайкальском крае родился такой интересный проект, как «Я убираю профессию». Изначально он был направлен на профориентацию выпускников детских домов. То есть добровольцы, значит, активисты Забайкальского регионального отделения «Союз добровольцев России» познакомились с воспитанниками, старшеклассниками нескольких детских домов и возили их на производственные предприятия. В частности, значит, во время вот этих мероприятий воспитанники могли знакомиться с профессиями парикмахера, с профессиями повара, пекаря, шиномонтажника, значит, вот технические специальности, а что-то им нравилось, могли уже делать выбор. Но, опять же, надо, это не так просто, надо договориться с руководством предприятия, там, пропуска создать, с руководством детского дома. То есть вся эта поездка, она организуется. Да, взрослый человек, может быть, быстро его может организовать, но когда 20-летние ребята занимаются организацией мероприятия, ведут его от начала до конца, это, конечно, повышает их, в том числе и менеджерские навыки. В этой инициативе я хотел бы перейти к следующему вопросу, на мой взгляд, ну и вы это только что продемонстрировали, и особенности, это можно увидеть на том примере, что мы сейчас дальше будем говорить по инициативе «Добровольцы и космос», куратором которой я являюсь, что «Добровольцы» – это не только помощь. Вот что важно, это не только устранение последствий какой-то проблемы, но что случилось, и мы начинаем здесь убираться или помогать, и решить, чтобы в конечном итоге вернуть статус-кво, то есть вернуть, как было, на такую среднюю линию нормальности. «Добровольцы» – это люди, которые проявляют волю, добрую волю, а воля – это творение, в первую очередь, это прокладывание путей, которые еще никем не были проложены. Ну, как такое, Ван Град, да, кто впереди? Добровольцы, да, комсомольцы, добровольцы, как говорили, да, и кто первый, допустим, Америку открывал, а Колумб был, конечно, добровольцы, он тоже не насчитывал там часы, оплату, да, бог знает, чем все это кончится еще, да, вот, и так далее. Ну, космос добровольцы, ну, Гагарин же добровольцы, это все, это, мне кажется, слово должно иметь гораздо большее смысловое, философское, что-то, такое, ну, знаковое наполнение, чем просто помощник в какой-то жизненной ситуации. И в связи с этим я хотел бы отделить, наверное, может быть, даже от слова «волонтер». Вы же отделяете, да, вот, на встрече не волонтеров, а добровольцев. Конечно, 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 конечно. Вот, в мое представление, можете ошибаться, мне поправить, волонтеры – это такие ребята, которые, знаете, на всех спортивных мероприятиях раздают там водичку, там, вот такую вот, и бог вам судья, зачем мне это делают, ну, может быть, весело посмотреть, потухить с товарищами. Но это нечто отличное в русском понимании от понедобровольцев, как вы считаете? Разумеется, коренное различие между добровольцем и волонтером. Да, действительно, здесь, наверное, еще нет научных понятий, как бы научных различий, здесь, наверное, филологи должны, как бы, работать, но для нас, для добровольцев понятие достаточно, как бы, граница, она достаточно четко проходит. То есть волонтер, преобладая, волонтерство предполагает событийность, то есть есть мероприятие обслуживания футбольного матча, есть мероприятие обслуживания выставки кошек. Ну, понятно, да, где люди работают, мероприятия, причем труд, это может быть оплачиваемый, может быть, неоплачиваемый, допустим, я ничего не вижу плохого, если волонтеры во время работы на коммерческом предприятии, мероприятие, там, выставка дорогих кошек, когда хозяева приносят кошек, там, стоимость которых, там, несколько тысяч долларов, да, получают какое-то там вознаграждение, не обязательно финансовое. То есть волонтерство преобладает событийность. То есть людям сказали, будет такого-то числа по такому-то адресу мероприятие, можно прийти на это мероприятие, помочь и за это получить какие-то... Какие-то преференции. Какие-то преференции. А волонтером может быть как доброволец, так и обычный гражданин. Позвольте, мне кажется, что, судя по вашему рассказу, я полностью согласна, в России, пожалуй, слово «волонтер», оно специально получило свою нишу, чтобы не унижать слово «доброволец». Потому что, нет, я еще дописню, это совершенно разный подход. Конечно. Прийти на какое-то яркое мероприятие и получить какие-то заранее известные преференции не имеет ничего общего с тем, что мы понимаем по словам доброволеца, который сам предлагает помощь безвозмездно. Разумеется. Проказывает дорогу, придумывает проекты, помогает людям, которым нужна помощь. На самом деле, в футбольном матче помощь не нужна. У них кто-то так куча денег, могли бы найти профессионалов. Они просто сэкономить. Конечно. Будем этим честны. Поэтому здесь, в России, просто было необходимо придумать понятие другого уровня, чтобы обозначить эту деятельность, чтобы не путать. К нам из-за рубежа пришло слово «волонтер», оно бесспорно переводится как «добровольца». Вместе с тем, закон о добровольчестве, понятие «добровольчество» и «волонтер» уравнивается. То есть, на законодательном уровне эти понятия уравняли. И вот сегодня мой подход, который я вам сейчас продемонстрирую, он является не совсем научным и не совсем юридическим. Ну, я думаю, понятие «добровольчество» и «волонтерство», оно еще долго будет… Мне кажется, неправильно называть одним и тем же словом, два этих совершенно разных… Конечно, к нам обращаются иногда организаторы каких-то коммерческих мероприятий, просят познакомиться с добровольцами. Я рекомендую менеджерам коммерческих мероприятий обращаться к добровольцам, а не к простым гражданам. Почему? Потому что добровольцы – это те люди, которые прошли огонь и воду, и они всегда лучше организуют за вознаграждение какое-то коммерческое мероприятие, чем обычное гражданин, у которого нет чувства товарища, нет каких-то навыков. То есть, когда вы потом эти мероприятия выставляете на сайт «Достижение союза добровольцев», правильно? То есть такая возможность подрабатывать? Да, они там выступают не как активисты союза добровольцев, а как выступают волонтеры, соответственно, того… Ребята, есть возможность поехать на картошку потусить, на подседере потусили, да? Да. Понятно, очень важно, что мы это различаем. Здесь очень важно, я с вами полностью согласен, добровольцы – это тот человек, который обладает инициативой. Вот, в частности, родился проект «Азбука памяти». Краеведческий проект, опять же, несколько энтузиастов, проживающих в разных регионах страны. Это Астраханская область, опять же, Забайкальский край, Калининград, Республика Мариэл, проживающие даже не в столицах субъектов, а в Самарской области. Да, да. Возник такой проект, который получил название «Азбука памяти». То есть он направлен на более детальное и глубокое изучение того места, где люди проживают. Имеется в виду более детальный анализ культурно-исторических объектов, которые находятся именно в месте проживания. Собидливо. Когда этот проект начинался, многие добровольцы, а также и другие граждане, которые не входили в Союз добровольцев России, говорили о том, что называли город, поселок. Ничего интересного в нашем поселке нет. Вся культура в Москве и в Питере, музеи, все там. У нас ничего нет, поэтому этот проект нам не интересен вот никак. Потом оказывалось, что интересный памятник находится у человека за домом. Не, ну там даже название улиц, там все очень мало. Да, безусловно. Даже нас там у себя в окне, в районе рассказывается. Памятные доски, конечно. За каждой памятной доской, за каждым зданием находится история. И вот те люди, которые еще год назад говорили, что нам этот проект не интересен, оказалось, что у них в их городах и поселках много интересных памятников, за появлением которых предшествовала глубинная история. И люди уже стали благодарить организаторов, значит, это все документируется, фотографируется, выкладывается в интернет, в социальные группы. Люди узнали о многих объектах, там, культурно-исторических, объектах общественно значимых. Причем критики говорят, ну как же, но этот проект один из сотни других проектов. Да, да. И хорошо, что этот проект там ничем не отличается от сотен других культурологических проектов, называют. Но этот, в чем важность именно этого проекта, это был свой культурологический, краеведческий проект «Союз добровольцев России». Почему? Потому что, когда у добровольца есть свой проект, он к нему относится более заботливо и теплее. То есть, несколько добровольцев… Да тут пусть будет сотни проектов, да? Конечно. Мне лично заявили, это наш проект. Как говорили, значит, «Великий кормчий Мао Цзэдун», «Пусть расцветает 100 светов». Конечно. Это очень хорошо, что добровольческие инициативы стали развиваться. То есть, начали от помощи пожилым людям, от помощи детям. Сейчас уходят в краеведение, в электоральную активность, в науку. Давайте вот к нашему проекту придем снова. Да, да. И вот, допустим, в 2018 году к нам стали обращаться с инициативами. То есть, те ребята, которые, с одной стороны, занимаются добровольчатым, а с другой стороны, занимаются космическими исследованиями. Они начали нам предлагать свои технические разработки, свои мини-проекты. И, надо сказать, вот лично меня они поставили в замешательство. То есть, у меня нет необходимых знаний и навыков. Я не мог никак реализовать, дать выход их инициативам. Но я понимал, что если не давать выход инициативам, это плохо. То есть, человек умрет и как добровольцы, и как исследователи. Поэтому, значит, мы стали двигаться в сторону русского космического общества с помощью специалистов, которые давно этим занимаются. И обозначили проблему, что у нас есть добровольцы, которые вроде бы не занимаются космосом по своей профессиональной деятельности. Но им это интересно. Поэтому мы обратились в русское космическое общество с просьбой. Люди, у нас есть ваши товарищи, теперь помогайте. Вы полагаете, что просто какой-то момент назрел, и самый интерес к теме космоса, он стал как вот, ну, есть память, да, есть будущее. Конечно, конечно. Я не говорю там про то, что и космос имеет свою историю, но потому что люди стали, и это очень важно, люди начинают смотреть вперед, когда твердо стоят на ногах. Конечно, конечно. Когда вот в России история началась, что какой-то период, когда вот люди наконец-то поднимают голову от Земли, и он начинает смотреть, что там впереди, да, прокладывать самый путь и становиться добровольцами в полном смысле этого слова. Это прекрасно, что через пять лет добровольцы вышли к космосу. Понятно, что еще много предстоит сделать, но сам факт появления вот этого сектора, что ли, забровольца космоса, да, запроса, очень важно. Конечно, конечно. Ведь тема любая, она начинает развиваться, когда о ней говорят. И даже если вот начал один говорить, на другой подхватил, а тут третий, и вот уже оп раз, и она из такого, ну, нишевого сектора выходит вот на первый план. Конечно. Это, ну, вы знаете, наш птиц, это очень важно, потому что, ну, это будущее. И здесь... Нет темы более перспективной, чем план. Конечно, конечно. Здесь хотелось бы добавить, что космос – это ведь не только академик Королев и космонавт Гагарин. Это же тысячи людей, которые помогали их идеям и их событиям реализовываться. Тысяча людей, там, ближний круг нашел, значит, свое отражение в архивах. Но есть и много людей, которые не попали в космические архивы. Это их семьи, их друзья, это большой обслуживающий персонал, это их учителя. Да, ну, то есть, космос, он настолько глобален. Да, в этом плане у нас время еще позволяет передача. История о том, как порой поступки отдельных людей влияют на... Ассоциально никому неизвестных, на самом деле, но потом они все творцы истории, потому что они были добровольцами. История у вас следующая. Я знакомый с исследованиями... Ну, как, с тем, придем в космическое общество, надо это знакомиться. Знакомый с исследованиями врача, значит, Китая в Смык, это был медицинский сотрудник, который готовил космонавтов, они делали эксперименты, изучали невесомости, все, что касается космических аппаратов, полетов. И они создавали, в том числе, искусственную невесомость. Это на большом самолете, вот они вот взлетают, делают крутой пике, и вот на максимум 25 секунд, вот пока они опускаются, остается эффект невесомости. Как еще на Земле проверить, что там будет в космосе? И вот они смотрят, что с ними происходит, чтобы люди успели войти в скафандр одеть, войти в шлюз и прочее. На эту же технику, в первую очередь, они изучали медицинские реакции, биологические, психологические, чего-то не было. Были там разные, естественно, чрезвычайные ситуации, чего-то не было, и они к этому готовились, там были парашюты, вот. И Китаев Смык, это фамилия врача, рассказывает историю. Ему нужны были, естественно, для этих испытаний добровольцы. И он их, естественно, получал, и люди в большом количестве интересовались, но это советское время было, там прям все в очередь выстраивались. Ну как, очередь небольшого размера, на самом деле. Им нужен был оператор. И оператор тоже должен быть, конечно, добровольцем по-хорошему, но он в космос вообще не собирался. И был не военным, и обычный человек, который все записывал, снимал. И вот он рассказывает историю одного этих операторов, который боялся до чертиков. Там были герои, там, военные, которые там, ну, и то с ними происходили разные смешные истории, которых мы сейчас не будем говорить, но никто легко это не переносил. Это были большие перегрузки сначала, потом удивительные ощущения, и самолет работал на пределе эффективности, были технические ЧП. и у них были парашюты у всех, но большинство участников экспериментов многократных парашюты не брали. Ну типа, да ничего не будет, или мы успеем надеть, пока смотрят парашюты. Оператор этот сидел всегда в полном костюме защитной безопасности, там, с постегнутым парашютом, вот по полному. Он боялся, да? Он боялся больше всех. Но что отмечает вот наш автор, это как история добровольцев, что этот оператор боялся больше всех, потел, бледнел, но, видите, прямо мать его, снимал передачу, да? Он делал свою работу, да? И вот он, в отличие от всех остальных, совершал самый большой подвиг, потому что он боялся больше других. Да. И тем не менее, он садился в этот самолет раз за разом, включал свою камеру и давал материал. Знаете, безукоризненно, хотя реально там дрожал, холодным потом обливался, но никому ничего не говорил, садился в самолет. Он мог сказать, да заболел, возьми другого, да? Ему из-за этого не орден героя, в космос не полетит, не напишет у него в газете, да? Просто это была его работа, с которой он мог делать добровольное, это такой вот ролевой проект, и он ее делал. И вот такие вот люди, собственно, создают историю, на самом деле. Степан, это великолепный пример, который вы привели. Я благодарю вам за этот пример. И здесь хотелось бы сказать, что космос – это настолько масштабное, глобальное и социально значимое явление, которое невозможно без добровольцев. То есть мы некоторое время назад как бы обозначили, что добровольцы – это тот человек, который выступает с социально значимой инициативой, социально-позитивной, социально-конструктивной инициативой, потому что можно и с негативными инициативами выступать. И космос без добровольцев прожить не может. Помните, определенное количество лет назад были такие деятели, которые пытались, предлагали уводить космос в коммерческое такое русло. Ну, пусть космос будет таким узким сектором. Есть миллионеры, мы их свозим несколько раз на орбиту, они за это заплатят, а на эти деньги ученые будут вести дальше разработки. Космический туризм. Однако жизнь показала, что такое количество миллионеров, которые хотели бы слетать на Луну, за это заплатить столько, чтобы этих средств хватило на разработки, нет и не будет. То есть надо отдавать себе должность, надо отдавать себе отчет в том, что космические исследования будут держаться и опираться на плечи добровольцев. Добровольцев более широкого, конечно. Все великие открытия, если так говорить ученые, никогда что-то новое, что ты предлагаешь, не является всем очевидным, иначе бы оно не было нового. Ты же открыл, да-да, тут понятные деньги сразу, опа, раз-раз, гешефтик построили. Нет, так никогда не было, ни с ритричеством, ни с химией. Нет, конечно. В редчайшем случае, когда был заказ военных, особая сфера. И это на самом деле даже парадоксально, что получается для цели противостояния держав, ведь американцы на Луна, ну прекрасно, например. Вот тогда любые деньги они отдали, чтобы опередить Советский Союз хоть в чем-то, что называется. А если бы этого не сделали, вообще не знаю, может и сами бы развалились раньше, чем Советский Союз. Это был вопрос престижа, уважения к себе, и они готовили любые деньги, не важно, что это стоит. Вот это хороший пример того, он, на одной стороны, плохой, а другой, на другой, хороший. Плохой, потому что мотивация неверная, а хорошая, потому что показалось, что деньги не решают. Решают необходимость достичь цели. У нас-то она и всегда была изначально. И здесь вопрос, задачи Русского космического общества Союза добровольцев, это именно перевод мышления на правильный рельс. Ведь лучше проблему не решать, когда она возникла, а предотвратить. И развивая космос, выходя за пределы Земли, мы решаем проблему будущего, на самом деле. Конечно. Выживание, в конечном счете, чтобы в нашем будущем поколении было где жить. Ведь все эти, как мы говорили ранее, техногенные катастрофы, связанные во многом с увеличением антропогена человеческого давления на окружающую среду. И вот космос – это единственная надежда, как мы можем продолжать развиваться, рожать детей, и не думать о том, как бы нам жить-то поскромнее, и детей поменьше лучше, и люди вообще лишние. Ну, мы это каждый раз говорим, что чудесное презерватив изобретения, для людей от людей, чтобы поменьше их было. А вот чтобы эта абсурдная идея даже в голову не приходила. То есть безграничное развитие, оно только там, за пределами небесных сфер. И поэтому долгом каждого настоящего добровольца является, конечно, думать об этом. Конечно. А того, кто может, еще и делать. Что там, например. Какие есть у нас в этом моменте основные инициативы, идеи, может быть, проблемы? Как вы считаете? Как я сказал уже, что добровольцы нужны космосу, космическим исследованиям. Космическим исследователям необходимы добровольцы. Поэтому Союз добровольцев России должен направлять своих добровольцев в русское космическое общество, а также в другие организации, занимающиеся космическими исследованиями или водными исследованиями, или земными исследованиями. То есть кадры определенные. Причем речь идет не о подготовке специалистов, а здесь идет о поиске людей, которым это интересно. То есть вот я, в частности, напомню, в начале года мы провели совместный круглый стол, посвященный космическим исследованиям Союза добровольцев России и Русское космическое общество. Эта информация была распространена в регионах. Добровольцы, проживающие в регионах, почитали, поинтересовались, посмотрели. Об этом рассказывали своим коллегам. И эта идея вызвала интерес. То есть после этого люди стали писать, спрашивать, а где, а что, а как, а как можно получить больше информации. Люди заинтересовались, молодые люди, я хочу этого подчеркнуть, молодые люди снова, как и когда-то в советские годы, там заинтересовались космические исследования, вспомнили, кто такая Селезнева, кто такая гостья из будущего. То есть то, что знали советские дети в конце 70-х, в начале 80-х, сейчас этим потихонечку начинает интересоваться современная молодежь. Поэтому самое главное, чтобы усилия молодых добровольцев, они не пропадали даром, их постоянно надо направлять. Поэтому, естественно, космические исследования – это определенный маяк, к которым направляются и будут направляться те добровольцы, которые имеют определенный склад ума, там, заточенный на технику. И тут нашим долгом, наверное, является канализировать, что ли, эту активность. А если возникает запрос, то возникает его близкий родственник, вопрос. А вопрос какой? Вопрос к нашей государственной системе и тому финансированию, и усилиям, которые, по идее, должны принимать государство. Космос – это, по идее, только структура. Это история государственная, она не может быть корпоративной в силу своего масштаба. Конечно, конечно. И возникает вопрос. Мы направили два письма, как раз, в Министерство образования и Министерство культуры. Будем держать вас в курсе их ответов, уважаемые наши зрители. Первый вопрос – по поводу астрономии в школе. Роль астрономии в том, чтобы масштаб мышления человека поднимался до этих космических сфер. Чтобы он понял, что место во Вселенной другое. Не вот в его поселке, там, в городе, страна, где дальше море, я не знаю, что за ним, а вот именно в масштабе огромного космоса, который тоже нам под силу, мы в нем живем. Земля – это космический корабль, а мы все его команды, хотим мы того или нет. И Министерство образования объявил инициативу, что вернется астрономия в школу. А что по факту сделано? И по каким учебникам она будет отвечаться? Я сам работаю здесь, занимаюсь воспитанием и спрашиваю всех из разных школ и колледжей, и говорю, а где астрономия? И вот мы направляем запрос как раз на эту тему, что по этому поводу делается, и когда же она будет, что конкретно, все понятно, на что конкретно, вы имели в виду. Это первое. А второе – это, конечно же, кинематограф, идеология и пропаганда. У нас есть фонд кино и Министерство культуры, которое ежегодно выделяет честное средство на поддержку отечественного кинематографа. Провели исследование за последние, ну, за все годы существования фонда кино не был поддержан, внимание, ни один фильм, посвященный космосу. Мы сейчас даже оставим в стране, что там поддерживают всякие там фильмы, типа «Горько», там «Бармены» и ужасные всякие алкоголи-пропагандирующие, бог с ним, ладно, проехали. Ну, пусть будет хорошее и плохое, ну, мало ли, да? Но ни одного фильма за все годы, это около семи лет существования, даже больше, не было поддержано ни одного фильма, посвященного отечественному космосу. Никакому космосу, прямо скажем, но отечественного в особенности. И у людей, которые интересуются у молодежи, наконец возникает вопрос, а куда мы идем-то? Почему это происходит? Хотя бы ответьте нам на этот вопрос. Почему этого систематически не делать? А зачем будущее? За копированием Голливуда, за попыткой сделать то же самое, что у них, только про Россию? Там есть хорошие проекты, которые были поддержаны фондом кино. Надо этим должны. И исторические фильмы, и про войну, и просто про спорт, особенно вот «Легенды 17», и подобное там «Движение вверх». Это здорово. Но этого мало, потому что все это было в прошлом. А мы должны создавать будущее. И, как говорил Владимир Ильич Ленин, важнейшим из искусств у нас является кино. Сейчас кино и интернет, конечно, но кино того времени оно создавало будущее. Оно было важнейшим из искусств, потому что навело людей за собой, оно показывало новый мир, который они могут построить, а не только прошлое достижение. Вот, наверное, в чем основной вопрос у добровольцев Министерства культуры и к той системе власти, которая есть сейчас. Мы готовы, ассортивно работать, мы предлагаем войти в структуру оценки этих фильмов, предложить услышать молодежь. Мы направляем на созидание, а не на разрушение. Правильно, Игорь? Да, я с вами полностью согласен. Когда я стал заниматься этой проблемой, я не ожидал, что мне придется заниматься, это, значит, популяризация космических проблем, ну, подростковых, молодежной среде, я тоже столкнулся вот с этим вопросом, а есть ли в школах астрономия. То есть я узнал, я в школе учился уже достаточно давно, урок астрономии был, это был великолепный предмет, это был комплекс знаний физики, природоведения, математики, механики, то есть это был огромный плац знаний, научных навыков, информации, кроме того, это было интересно, это было даже эстетическое удовольствие, я получал от просмотра каких-то роликов, посмещенных космосу, посещал планетарии, вот, я узнал, что в какой-то момент предмет астрономии был изъят из школьной программы, потом пошла в СМИ информация о том, что этот, значит, предмет включен снова в школьную программу, я пытался выяснить, и так и не понял, есть ли сейчас астрономия в школе или нет, то есть мы тоже пытаемся выяснить. Я так и не понял. По факту детей нет. Я разговаривал со специалистами Министерства образования, со специалистами, где был интересный ответ мне дан, вроде бы этот предмет опять возвращается. По слухам. Вот эта вот формулировка, предмет опять возвращается. Вроде бы. То есть, да, вроде бы этот предмет опять возвращается, вот такую вот формулировку, то есть это что, что поезд, ну, как бы предмет, там, с 1 сентября, либо он включен в программу, либо не включен, да, вот что-то опять возвращается, сразу возникла проблема. Потихоньку. Что представляет собой процесс возвращения. Здесь я буду банален, но если не будет в школе астрономии, ну, о каких-то космических исследованиях там можно идти речь, тогда можно закрывать все эти программы, то здесь государство должно определиться, есть ли желание, чтобы у молодежи, значит, склонны к изучению таких вот проблем, есть ли желание развивать, ну, либо нет, ну, может быть, тогда честно об этом сказать. Как говорил президент Соединенных Штатов Америки, что Советский Союз обогнал Америку за школьные парты. Да. Но, видимо, раз обогнали, решили, что больше не нужно нам никого обогонять и вообще быть впереди планеты всей. Значит, вот такая ситуация. Здесь государственные структуры, ну, должны определиться, принять решение, то есть, если есть желание, то, конечно, школьники должны это обогонять. Если есть воля к лидерству вообще, потому что, опять же, как мы с улыбкой можно говорить, но более перспективного, чем космос, ничего на самом деле нет. Да, дело даже не высадки на Луне, а еще раз повторюсь, астрономия – это же целый комплекс различных знаний, которые в очень интересном сочетании соединены, они пробуждают интересы, то есть человек пришел в планетарий посмотреть на звездочки красиво, потом вдруг он задумался, а как эти звезды вообще живут, как они двигаются. Ну, это скорее масштаб мышления, опять же, осознание своей роли во Вселенной и наших возможностей и тех задач, которые перед нами стоят, которые нам по ключу, на самом деле. Что эта задача не сходить в магазин за хлебом и открыть новый ресторанчик, а что есть нечто более могущественное. Конечно, конечно. Хороший это ресурс, и действительно подростков надо направлять. Ну, опять же, повторюсь, государство должно определиться. Второй – кинематограф. Ну, я достаточно неплохо помню о советское время, в которое родились шедевры детских фильмов, связанных со средним космосом. Это, конечно, «Гости из будущего», это «Москва, Кассиопея», там целый комплекс. Да, действительно, фильмы достаточно были сильные, как в кинематографическом плане, так и в научном. На техническом уровне. Да, даже вот комедийный фильм был, там, если верить Лопатухину, была комедия определенная, тоже связанная с прилетом неопознанного объекта. То есть это были великолепные фильмы, они пробуждали интерес к космосу подростков. Детские фильмы, что очень важно. И здесь я ни в коем случае не беру фильм «Кинзадза». Я не являюсь его поклонником. Это совершенно из другого. Вполне возможно, что после этого фильма и перестали снимать. Это горькая сатира, появление которой как раз говорит скорее об упадке. Потому что когда есть над чем смеяться, то это признак гниения. Ну, в общем-то, да, достаточно странный фильм, поклонником которого я не являюсь. И я не могу вспомнить современного фильма детского, посвященного космосу. Так же и взрослого. Нет, но взрослого есть. Есть время первых, есть Гагарин первый в космосе. У которого вышли бы на экраны. То есть вот, допустим, гости из будущего, его смотрели люди даже, которые и не собирались его смотреть. От этого фильма это история целого поколения. То есть Алиса Селезнева. То есть это история целого поколения, от которой нельзя отмахнуться. Безусловно, режиссеры и сегодня, может быть, даже в эту минуту сейчас кто-то где-то в Уссурийске или в Хабаровске снимает документальный фильм. Или мечтает снять. Или мечтает снять. Но эти фильмы, они должны быть в обществе на экране. То есть, ну, движение вверх, сложно отмахнуться от этого фильма. Да, то есть про него говорят, люди знают, где его увидеть. Вновь, особенность даже тех снятых фильмов, они по-прежнему, и это необходимо, конечно, говорят о прошлом. Гости из будущего была уникальна уже тем, и до сих используется уникальной тем, особенно на фоне западного кинематографа, что она показывала образ светлого будущего. Светлого. Наброшу отсутствует в западной готовности. Да, очень гармонично была вплетена вот эта композиция «Прекрасная далёко». «Прекрасная далёко», «Не будь ко мне жестоко». Да, то есть здесь, ну, просто гениальные задумки сценариста. «Сегодня, что для завтра, сделаю я». Да, да, да. Поэтому, конечно, пришло время, ну, снять какой-то фильм, который должен быть народным, национальным, который, значит, затронул какие-то проблемы, дал бы хорошие перспективы, дал бы приятные эмоции, и, ну, как бы… Ухазал цель. Побудил бы людей заниматься, да, заниматься космосом. Ну, нашим долгом, как добровольцев, является сформировать запрос на такое кино и добиваться этой цели. Наша передача по времени подходит к концу. Я благодарю вас за интересный рассказ. На студии был куратор оригинальной политики «Союз добровольцев» Максим Баргин. Это передача «Прорыв», ведущий Степан Зотов, «Русское космическое общество». Мы будем держать вас в курсе наших инициатив, и что осталось с этим письмом, и что в нашей стране происходит с космосом и мечтой о будущем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова